Частота встречаемости анемии при злокачественных новообразовании чрезвычайно высока, до 50 и более процентов. Есть очень интересные исследования, в том числе наше отечественное исследование доктора Хрыкова Глеба Николаевича, который показал, что если гемоглобин у пациентов не выше 120 грамм на литр, в сравнении с группой, которая меньше этой цифры, в три раза меньше осложнение при гемоглобине 120 грамм на литр и выше в послеоперационном периоде у пациентов онкологического профиля. Из этого слайда видно, что операционные трансфузии неблагоприятно влияют на исход, на общую выживаемость и безрецидивную выживаемость практически во всех областях онкохирургии. Трансфузия увеличивает также летальность, а если мы посмотрим нижнюю часть этого слайда, то увидим, что происходит неблагоприятная ситуация в отношении состояния донорства в мире. Эта работа была еще сделана коллегами до той пандемии, с которой мы сейчас столкнулись. Понятно, что ситуация будет с донорством гораздо хуже через несколько лет и также она будет обусловлена той инфекционной неблагоприятной ситуацией, с которой мы имеем на сегодняшний день. За рубежом, а именно в Австралии возникло такое понятие направления менеджмента крови пациента, которое подразумевает индивидуальный междисциплинарный подход к оптимизации лечения пациентов, направленный на получение лучших результатов исходов лечения с уменьшением переливания самой крови. Этот менеджмент крови подразумевает три компонента – оптимизация количества эритроцитов пациента, второй компонент – минимизация кровопотери и кровотечения, и третий компонент – оптимизация физиологических резервов организма при анемии. Но всё вроде бы логично, всё очень просто, но вот как говорит французская поговорка, дьявол кроется в деталях. Особенно сложная реализация первого компонента этой программы. При лечении анемии считается, что перед операцией концентрация целевого гемоглобина должна составлять не менее 130 грамм на литр. Мы крайне редко встречаемся с этой ситуацией. Кроме того, не совсем понятно, при каком значении гемоглобина допустима плановая операция. Как вот говорила уже Мария Александровна, то, что приказ 213, в котором были определены как реперные точки, также было определение, когда была трансфузия, расценилась как способ коррекции анемии, а именно при хронической анемии трансфузии донорской крови или эритроцит содержащих компонентов назначалась только для коррекции важнейших симптомов, обусловленных анемией и не поддающихся основной патогенетической терапии. На сегодняшний день часть приказов, она приостановила свое действие. Новая нормативная база, о которой сейчас говорила Мария Александровна, не совсем для нас, как вот врачей-анестезиологов удовлетворяет. Приказ 1148Н, то, что хорошо, то, что он обязывает разрабатывать СОП, алгоритмы для обеспечения безопасности, как заготовки, так и клинического использования крови. Приказ 1170Н хорош для анестезиологов тем, что непосредственно есть возможность проводить трансфузионную терапию в условиях дневного стационара. Но опять же, реализация этого приказа затянется на определенное время, необходимые кадры, помещения и тому подобные организационные моменты. Но вот показаний к проведению трансфузионной терапии нет. Конечно, мы можем ориентироваться на столь действительно значимого ученого-трансфузиолога, швейцарского профессора ААПРО, который указывает, что пациенты с концентрацией ниже 70-80 грамм на литр им назначается трансфузия, тяжелые симптомы, связанные с аномией даже при более высоком уровне гемоглобина, необходимость немедленного повышения уровня гемоглобина, или, как указано в практических рекомендациях по лечению аномии при злокачественных новообразованиях, использование непосредственно переливания эритроцитарной массы при тяжелой аномии ниже 70 грамм на литр. Но я должен сказать, что все это, к сожалению, не юридически значимые документы. Мы сталкиваемся с такими ситуациями, что, во-первых, кто проводит скрининг аномии, поликлиника по месту жительства на сегодняшний день – это нереально, поликлиника при стационаре, дневной стационар, где и кто назначает проведение этой терапии и выборы препаратов для железодефицитной аномии. Существующие алгоритмы определения вида периперационной аномии, основанные на уровне ферритина, сыворотки, насыщение трансферина, концентрация реактивного белка позволяет нам определить, какой вид непосредственно аномии. И чаще всего это железодефицитная аномия. Выявить и провести скрининг, на наш взгляд, можно на догоспитальном этапе, тогда, когда пациент приходит первый раз на осмотр к врачу-хирургу. Это бывает где-то за 2-3, иногда 4 недели до самой госпитализации. И вот здесь уже при оценке риска хирургического вмешательства и непосредственно анализе тех лабораторных исследований, которые на руках у пациента, при необходимости пациент направляется для оценки функционального статуса к врачу-терапевту, который и выявляет непосредственно вид аномии. Об основании выбора препарата у пациентов с предоперационно-железодефицитной аномии или с железодефицитом без аномии, терапию следует проводить только препаратами железа. Выбор препаратов железа на основании практических рекомендаций по лечению аномии при злокачественном новообразовании сводится к трём препаратам. Железо-3-гидроксид-сахаразный комплекс, железо-карбоксимальтазат, железо-3-гидроксид-декстран. Мы имеем определённый опыт использования непосредственно карбоксимальтазата железа, благодаря тому, что до 99% введённой дозы попадает в костный мозг в течение 8 часов, обеспечивая быструю и эффективную утилизацию железа для гемопоэза. И что очень важно, 99% введённого железа утилизируется эритроцитами в течение 24 дней. Как показал наш небольшой опыт, за две недели можно увеличить уровень гемоглобина до 20 единиц. До 20 единиц. Это очень важно. Вот перекликаются у нас здесь доклады и вообще взгляды на непосредственно Анемия Смолин-Санума, с ним, который делал доклад. Это практически две дозы. Две дозы эритроцитарной массы. Мы можем именно заменить их за счёт использования в данном случае карбоксимальтазата железа. Кроме того, обращает на себя внимание и тот факт, что чем ниже уровень гемоглобина, мы не говорим о критической цифре 70 и ниже грамм на литр, то тем более выраженный прирост уже в первую неделю уровня гемоглобина. Клинический пример удаления опухолей мягких тканей правого бедра и промежности с пластикой местными тканями. Мы в предоперационном периоде имеем выраженную анемию, гемоглобин 79 грамм на литр, используется 1000 миллиграмм внутривенно карбоксимальтазата железа, и в течение 5 дней на 11 единиц увеличивается величина гемоглобина, проводится операция. Эти операции бывают и с выраженной кровопотерей, но в данной ситуации кровопотеря была умерена, но всё равно, обратите внимание, снижение гемоглобина до 75 грамм на литр, здесь ставится вопрос, что делать, переливать или не переливать эритроцитарную массу. Если переливать, то это будет 1-2 дозы. В данном случае мы заменили на использование карбоксимальтазата железа, дважды было введено в течение 10 дней по 1000 миллиграмм карбоксимальтазата железа, и вы видите, что за 2 недели прирост более чем на 20 единиц уровень гемоглобина. Возможно использование и другого препарата, олигомальтазата железа, мы меньше имеем опыт по этому препарату использования, но тоже по литературным данным он даёт весьма неплохой эффект. Операционный этап, тактика анестезиолога – это сбалансированная инфузионная терапия, реинфузия крови, воздействие на систему гемостаза с учётом умеющихся и возможных отклонений, управляемая гипотония, роль и задача хирурга – это минимальная инвазивность вмешательств, предпочтение эндоскопических операций по возможности блокады сосудов до рассечения и использование местных гемостатиков. Очень важна эта непосредственно стратегия в отношении самой анестезии, которая направлена должна быть как на предупреждение стресса, так и на адекватный кислородный транспорт. Глубина анестезии должна быть такая, как и инфузионная терапия с возможным использованием вазопрессоров, чтобы поддерживать адекватный сердечный индекс или минутный объём кровообращения для создания адекватного кислородного транспорта. Смысл непосредственно целенаправленной инфузионной терапии сводится к коррекции функций сердечно-сосудистой системы с целью обеспечения нормальной или даже сверхнормальной доставки кислорода. Ориентируясь на показатели центральной гемодинамики, мы отказываемся или, наоборот, проводим инфузионную терапию, отказываемся или проводим инотропную поддержку, отказываемся или проводим вазопрессорную поддержку. И сегодня будут у нас доклады по опыту использования непосредственно цельно-ориентированной терапии, который будет представлен несколько выше. Рекомендации по инфузионной терапии. Необходимо начинать с введения кристаллоидных растворов, проведение инфузионной терапии следует осуществлять сбалансированными электролитными растворами. Назначение инфузионной терапии должно основываться на данных полученных с помощью малоинвазивных методов контроля гемодинамики. При развитии гипотонии, связанной с эпидуральной анестезией, при нормовой реме, следует использовать вазопрессоры. И предполагается рассмотреть ограничения использования коллоидов. При использовании последних следует ориентироваться на рекомендации, которые указаны в инструкциях. Давайте посмотрим еще раз, что мы имеем, какие юридически значимые документы на сегодняшний день по возможности использования гемотрансфузии. Вот перед вами представлен ГОСТ от 2009 года. В каждой больнице всегда должны быть в наличии руководящие принципы по клиническим и лабораторным показаниям для применения крови и ее компонентов. Читаем дальше. Пункт номер 8. Принятие решения о трансфузии, принятие решения о назначении переливания должно базироваться на учете индивидуальных потребностей больных. Оно также должно основываться на знании вариантов болезни в местных условиях, имеющихся для лечения больных возможностей, безопасности и доступности крови и внутривенно замещающих жидкостей. Дальше врач при принятии решения должен ответить на ряд вопросов. Я только зачитываю один. Существуют ли какие-то другие виды терапии, которые можно применить до принятия решения о переливании крови, такие как внутривенные плазмозамещающие жидкости или кислород. Ну и завершает все это. Наконец, если сомнения остаются, я хочу коллеге сказать, это не роман. Это ГОСТ, юридически значимый документ. Итак, если сомнения остаются, то врач должен задать себе следующий вопрос. Если бы эта кровь предназначалась для меня или для моего ребёнка, согласился бы я на трансфузию при таких обстоятельствах. Поэтому в данной ситуации, наверное, действительно каждый врач сталкивается, как вот данный посетитель музея, когда видит чёрный квадрат Малевича, наверное, каждый человек что-то в нём видит своё. Так вот, мы можем создать такой прецедент, что каждый врач будет смотреть на пациента индивидуально с точки зрения своего воззрения. Это не совсем, наверное, правильно. И ещё раз хочу сказать, что на сегодняшний день приказов, которые указывают какие-то риперные точки по переливанию крови, а именно приказов или распоряжений, или протоколов, утверждённых Минздравом, нет. Как было сказано на последнем съезде трансфузиологов, такой приказ подготавливается и будет в скором времени должен выйти. Мы же в практике ориентируемся на правила переливания крови Российской ассоциации врачей-трансфузиологов, где указаны не только риперные точки гемоглобина, но и также, что очень важно, сопутствующие патологии, при которой можно ориентироваться на более высокие цифры гемоглобина для проведения трансфузионной терапии. На начальном этапе лечения больных с массивной кровопотери рекомендуется рассмотреть трансфузию свежезамороженной плазмы. В отношении с эритроцитами 1 к 2 рекомендуется введение свежезамороженной плазмы для поддержания уровня ПТВ или АЧТВ не выше полуторного увеличения от нормального диапазона на фоне кровотечения. И рекомендуется избегать переливания плазмы у больных без значительного кровотечения. Хороший эффект оказывает также динамическое отслеживание уровня кислорода. Стабильное значение постоянной динамики могут способствовать ограничению переливания крови. И мы уже говорили о непосредственно клинических рекомендациях, внутренних рекомендациях. И вот эти вот, на мой взгляд, очень удачно использовать можно опыт наших акушерских анестезиологов. В данном случае представлена вам инфузионная, трансфузионная терапия при акушерском кровотечении, где многие факторы, они учитываются. Потребление, определение потребности в инфузии. Нужно проводить инфузию для коррекции непосредственно потери жидкости, в том числе и анемии. При диагностике состояния гиповолемии необходимо учитывать данные содержания лактата на освещении кислорода смешанной и веносной крови гематокрита дефицита оснований. У пациентов, находящихся на ИВЛ, рекомендуется использование динамических проб, основанных на измерении ударного объёма или формы пульсовой кривой в зависимости от фазы дыхательного цикла при искусственной вентиляции лёгких. Возможности уменьшения кровопотери. Мы уже сегодня говорили о том, что, к сожалению, в инструкции для ауто-гематрансфузии при помощи селсевера существует такое противопоказание, как непосредственно целокачественные наобразования. Но вот в литературе существует довольно большое количество работ, которые говорят о том, что лейкоцитарный фильтр эффективен и использовать можно. И мы знаем, когда в нашей практике происходит за несколько минут кровопотеря 2-3 и более литров, конечно, и необходимо использовать селсевер. Протокол реанимации интенсивной терапии при остромассивной кровопотере подразумевает, что рутинная практика для обнаружения коголопатии включает ранние и повторные определения пронтромбинового времени, активированного частично тромбопластинового времени, уровня фибриногена и количества эритроцитов и или метод тромбоэластографии. При снижении фибриногена ниже 2 грамм на литр, трансфузия 15-20 доз кривопрецепитата, тромбоциты ниже 50 тысяч или тромбоциты ниже 100 тысяч, при продолжаемом секретичении или пациент получал антиагреганты, трансфузия 4-8 доз тромбоцитарного концентрата, АЧТВ и ПТВ удлинены более чем в полтора раза, трансфузия свежезамороженной плазмы в дозе 15-20 мл на килограмм при продолжающемся кровотечении. Пациент получал новые оральные антикугулянты типа ревоксабана, апексабана, введение троноксамовой кислоты в дозе 15 мл на килограмм или же использование свежезамороженной плазмы. Использование антифибринолитиков целесообразно как можно раньше применять троноксамовую кислоту у пациентов с травматическим кровотечением или при риске тяжелого кровотечения в нагрузочной дозе 1 г, которую выводят в течение 10 минут с последующим внутривенным введением 1 г в течение 8 часов. Влияние троноксамовую кислоту на тромбоэмболические осложнения на сегодняшний день до конца не изучено, и если мы обратим внимание на инструкции препарату, то, что мы должны и обязаны использовать в своей практике, и это юридические моменты очень с этим связаны, важные. Посмотрите, есть такая запись у пациентов с высоким риском развития тромбоза, тромбоэмболическое осложнение в анамнезе в случае тромбоэмболии. У родственников следует применять троноксамовую кислоту только в случае крайнем и под строгим врачебным контролем перед применением троноксамовой кислоты следует выявлять факторы риска тромбоэмболических осложнений. Препаратом второй линии, который мы используем во время кровотечения в интероперационном периоде, является терлепрессин. Это аналог вазопрессина, гормона задней доли гипофиза. Мы используем его в дозе до 1 мг с интервалом 4-6 часов до остановки кровотечения. Препарат показал хорошую эффективность при кровотечении из органов саплантической области. Рекомендантный активированный фактор 7. Это комплекс рекомендантного активированного фактора 7 непосредственно связывается с коневым фактором, высвобождаемым из субэденталиального слоя. В местах повреждения сосудов он также связывается с активированными тромбоцитами, которые локализуют активацию фактора 10 в местах повреждения ткани. В инструкции хорошо описано, какие дозировки использовать этого препарата при лёгком кровотечении, тяжёлом кровотечении, при малых хирургических или обширных хирургических вмешательствах. Этот препарат исходно был предназначен. Основное его предназначение на сегодняшний день – это, конечно, врождённая гемофилия. Нужно только помнить, что данный препарат не является терапией первой линии для остановки кровотечения. Его следует рассматривать только тогда, если терапия первой линии, а именно хирургические методы с использованием трансфузионной терапии, применение антифибринолитиков с коррекцией тяжёлого цедоза, с коррекцией тяжёлой гипотермии и гипокальциемии неэффективны. Гипотермия. Мы уже останавливались на этом вопросе. Умеренная гипотермия увеличивает потерю крови, потребность в трансфузиях, увеличивает осложнение. Конечно, очень важно во время операции поддерживать режим нормотермии с помощью специальной системы обогрева и переливания тёплых растворов. Управляемая гипотензия. Применяется с этой целью достаточно эффективно нейроаксиальные блокады. Из ингаляционных анастетиков и сегодня будет у нас доклад доктора Семёнова Алексея Николаевича, посвящённый этой проблеме при операциях на почках. Наиболее оптимальный вариант с нашей точки зрения – севофлюран, ганглиоблокаторы, вазодилетаторы и блокаторы кальциевых каналов, которые также рекомендуются для управляемой гипотензии, мы используем крайне редко. Нужно только помнить недостаток этой методики, что методики работают при снижении систолического артериального давления ниже 80-70 мм футного столба, а с другой стороны мы знаем, что снижение среднего артериального давления ниже 60-65 мм футного столба является предиктором осложнений в послеоперационном периоде, особенно у пациентов с коморбидной патологией. Поэтому тут очень важное искусство именно врача-анестезиолога – создавать гипотензию и поддерживать среднее артериальное давление. Послеоперационный этап – это сокращение проб крови для анализов, нормализация гемостаза, своевременная коррекция ОЦК и водно-электролитных нарушений, рациональная антикоагулянтная терапия и применение внутривенных препаратов железа. В качестве примера мы хотим приместить следующее клиническое наблюдение – резекция левой подвздошной кости и креста с одномоментным эндопротезированием таза и индивидуальным эндопротезом. Это очень кровавые операции. Здесь кровопотеря превысила 1,5 литра, использовалась методика гемотрансфузии. И вот обратите внимание, что непосредственно в послеоперационном периоде у нас развилась анемия, гемоглобин 72 грамма на литр. И опять же, переливать эритроцитарную массу или не переливать. Если мы будем переливать, то это, как правило, мы ограничиваемся одной-две дозы. Одна-две дозы – это все равно снижение иммунитета для онкологического пациента. Одна-две дозы – это все равно риск развития возможного гемотрансфузионного осложнения. А с учетом той неблагоприятной инфекционной ситуации, с которой мы столкнулись, мы можем получить еще ряд других осложнений. Поэтому здесь мы использовали всего однократное введение непосредственно карбоксимальтазата железа в дозировке 1000 мг внутривенно. И обратите внимание, что через 11 дней прирост гемоглобина был на 11 единиц. Ну и далее тоже продолжена была терапия с более благоприятной уже непосредственно уровнем гемоглобина. И вот динамика расходов гемокомпонентов, частично этот слайд уже показывала непосредственно Мария Александровна Мацнева. И вы видите, что такой подход непосредственно к введению пациентов с аномией, к введению пациентов с кровотечением интероперационно позволил нам создать определенную тенденцию к снижению переливания эритроцитов. При этом я должен сказать, что нет у нас снижения общего количества операций. Потому что на сегодняшний день у нас непосредственно оперативная активность даже превышает до ковидную эпоху. Ну и есть несколько слов, если так вот помечтать, потому что мы столкнулись совершенно с такой серьезной ситуацией в отношении крови. Вот наше настоящее диктует возможное будущее из прошлого. Перфторан. Работы, которые, конечно, необходимо продолжить и развивать, устраняя недостатки данного препарата. Но помню о том, что этот препарат, конечно, создает условия для быстрого и полного освобождения эритроцитов, кислорода из эритроцитов. И я на одной из конференций говорил, что это, как бы, мы, когда смотрим на эти фото, это такое что-то из слова научной фантастики. И кто-то написал мне, доктор, вы врач, и вы говорите слово фантастика. На что мне просто, так я в шутку ответил, когда идет по телевидению, скажем, розыгрыш квартиры, почему-то все слышат только первое слово розыгрыш. В данном случае речь идет о научной все-таки фантастики. И поэтому, конечно, и использование таких препаратов, как гемоглобин ассоциированного переносчика кислорода, но это кровь животных, тоже непонятно, как бы это будет происходить с той инфекцией, которую мы имеем на сегодняшний день. И я хотел бы закончить свое выступление словами очень уважаемой мной профессора Лихванцева, который в одной из своих последних работ написал следующее. Вопрос имплементации зарубежных рекомендаций достаточно сложен. Во-первых, с юридической точки зрения они не являются для нас обязательными, во-вторых, у нас не сложилась культура уважительного отношения к доказательной медицине. Мы готовы прислушаться к зарубежному опыту, но только до того момента, когда это не противоречит нашим внутренним убеждениям, основанным на собственном опыте. Об этом камень разбилась не одна здравая идея, впрочем, они же надежны барьер на пути реализации методик однодневых, тоже, что важно. Безусловно, принципы доказательной медицины тоже имеют недостатки, но ничего лучшего на сегодняшний день не придумано. И в заключение я еще раз хотел бы поблагодарить всех, кто слушал сегодня наше выступление, и еще раз хотел поблагодарить коллектив нашего отделения, без работы которого сегодняшняя лекция была бы просто перечислением литературных данных. И не было возможности бы ориентироваться на ту работу, на тот опыт, который демонстрируют наши врачи, наши сестры в течение всего нашей работы. Благодарю за внимание. Продолжение следует...